глава книги унесенная эволюции микки сейбла глава 9 остановка автобуса унесенная эволюции автобус с грохотом остановился всего в 14 часах езды от дома сибирское паломничество только что завершилось поездкой в чимеева в каргонском районе теперь группе воодушевленных паломников предстояло ждать долго ждать потому что другой автобус должен был приехать из омска идея бизнеса пришла в голову моей тещи еще летом 2003 года в сибири есть своя уникальная история исторические места и красивые монастыри далматовский монастырь с его кремлем и белокаменными стенами тобольск более известный как драгоценный камень возвышается на холме над иртышом чимеевский монастырь спрятанный в густых сосновых лесах с целебным источником томск где в монастыре хранятся мощи святого федора который по слухам был александром первым я побывал в невероятном количестве мест которые открыли мне 7 как мало кто другой автобусы были нашей ахиллесовой пятой шанс вернуться домой на том же автобусе на котором вы выехали был 50 на 50 российские дороги не нуждаются в объяснениях ведь они известны уже несколько веков в автобусе вы по ухабистым дорогам говоря себе она разваливается она разваливается прямо как в фильме звездные войны остальные пассажиры ясно понимали опасность и читали молитвы акафиста 12 часов подряд пока водитель автобуса не попросил их остановиться потому что он был на грани безумия на самом деле поезд был бы гораздо лучшим вариантом а затем можно было бы организовать местное автобусное сообщение однако чтобы получить хоть какую-то прибыль и покрыть некоторые деловые расходы единственным вариантом была единовременная оплата за автобус в среднем за месяц мы теряли 20 тысяч рублей хотя идея паломничества была здравой она привлекла внимание церкви которая захотела взять ее под свое крыло родственники моего мужа не хотели терять единоличный контроль над своим детищем и в результате это привело бы к краху туристического агентства церковь подхватила эту идею и организовала гораздо лучшие паломнические поездки по сибири россии и даже в грецию и святую землю остановись на девятой главе книги микки сейбла унесенная эволюции